приветики добро пожаловать в новый блог смотрите какая красота у меня в руках я только приехала через продуктового но там еще рядом был цветочные я купила несколько веточек хочется создать такое осеннее настроение осеннюю атмосферу у нас сегодня еще и такой день когда очень пасмурно и сильно хочется спать заварила себе кофе еще даже не успела снять пальто тоже хочу вам показать какое в итоге я купила это то из манго которые я упоминала в одном из предыдущих видео девочки я немножко такая загруженная наверно и поэтому в последнее время было чуть меньше влогов и видео в принципе потому что на мне весь быт дом дети собака и сначала томик был в отъезде мой муж а потом он находился в больнице и все немножко пошло скажем так не по плану поэтому я вот уже вторую неделю одна со всем этим школа куча тренировок и было скажем так не до влогов и знаете когда ты самого утра с 6 там но 6 15 я просыпаюсь и до позднего вечера как белка в колесе еще и допоздна вчера работала поэтому немножечко такая знаете в подвешенном состоянии сегодня я так подумала что мне так хочется сделать что-то для себя что то что я люблю и что то что меня будет радовать в такие серые пасмурные дни а их час все будет больше и больше и поэтому хочется дома навести красоту а также попросили меня поделиться рецептом маффинов которые я детям складывала в их ланчбоксы и ланчбоксы здесь покажу и подробно расскажу потому что это тема вообще вызвала у меня фурор маффины кстати с тыквой и еще хочу кое-что классное приготовить я вообще как-то знаете успеваю конечно же кормить детей для них очень сильно стараюсь но что касается меня я могу позавтракать потом целый день бегать и к девяти часам только пообедать или там пропустить завтрак пообедать забыть поужинать да вот как то так сейчас выглядит мой график абсолютный хаос и я держалась молодцом но последние две тренировки я пропустила потому что ну вот как бы обстоятельства да тем более как на пороховой бочке была ждала от мужа звонка когда мне нужно было бы приехать к нему чтобы быть с ним рядом так что отменила все там на всякий случай предупредила кого-то чтобы побыли с детьми когда мне нужно будет ехать если как раз нужно будет их забирать так что сегодня у меня уже такой более-менее спокойный день и хочется сделать что-то такое осеннее и у меня уже появились маленькие тыковки подостыл подсвечники которые у меня есть чтобы дома было так уютно по осеннему очень атмосферно и я люблю все это дело вы же меня знаете так что сегодня будет такой вдохновляющий влог и я выпью свой кофе даже нет сил раздеться честно вам говорю у меня целый пакет покупок я бы все это так и оставила и прошло просто пошла бы все это декорировать с выпью кофе покажу вам свой наряд и потом начнем создавать красоту я не могла дождаться когда у меня найдется там час свободного времени чтобы я могла провести его в свое удовольствие вот это пальто я покупала его на официальном сайте даже заказывала через приложение и там есть размеры от 2xs до xl это такая более casual версия без подкладки но с шерстью и она есть в разных расцветках видите здесь такие пуговки черепаховые она застегивается я тоже сейчас вам покажу и вот я хотела чтобы это была такая шерстяная версия кардигана в виде как сказать верхней одежды то что-то легкое такое на начало холодной осени сегодня на мне терракотовые трикотажный костюм шоколадные лоферы чисто знаете побегать где-то там по городу по своим делам в магазин встретиться с подружкой или можно тоже с брюками на работу как захотите с юбкой но только имейте ввиду что я невысокая и мне как раз нравится такая длина чтобы без каблука потому что на каблуках я хожу не часто не часто я должна вам сказать ткань вот такая мохнатенькая и она слегка меланжевая буковки поближе и вот так оно выглядит застегнутом виде то есть прямое не приталенное мне нравится я в итоге оставила его я еще думала взять светлую сумку но лень было идти наверх так что сегодня терракотова шоколадно-бежевая кофе выпит сейчас я живу так куда это пристроить она пусть постоит здесь кстати успела даже сделать фотку на все про все 30 секунд мой верный друг пульт и штатив всегда со мной и будет как раз на заставку смотрите в этом году я придумала вообще началось все с того что я увидела наконец-то белые тыковки вот такие они даже не совсем белые и чуть-чуть побитые ну ничего зато можно как-то повернуть той стороной которая не покоцанная и тоже будет красиво купила еще и вот такие кстати они стали желтоватыми со временем ну вот все они какие-то у нас слегка ущербные но я покручу и что-то выдумаю а вот это пока что тоже держится белое и также и зеленые полосатые и такие аглый называют то есть некрасивые совсем но они съедобные а вот эти чисто декоративные и я хочу в этом сезоне сделать что-то такое бежево натурально зелено-коричневое наверное так и я обязательно задействую и эвкалипт и гипсофилу которую я купила помимо этого я подоставала кучу всего я не знаю что именно я буду использовать из этого насколько меня понесет фантазия всякие такие штучки я покупаю в магазинах типа юск пепко где встречу конечно есть и в h&m но они там чуточку дороже и мне хочется чтобы все было разным и я принесла еще и вот такую вазу потому что из юска разбилась я вызывала клининг и случайно это все зацепили это случается никогда не злюсь там ничего не требую потому что я сама могла бы это все разбить еще у меня есть вот такая деревянная подставка она у меня из экшен ей несколько лет и и стеди я когда-то покупала такие маленькие подсвечники или сюда можно цветок вложить в общем можно играться и теперь я берусь за свои игрушки собственно говоря закончились все свечи я взяла вот такой с бергамотом это тоже пепко какая-то типа натуральная коллекция и с ромашкой ну конечно это пахнет чуть менее травянисто горько чем настоящая ромашка еще вот такая штучка из пепко с натуральной композиции там и сия на какое-то это я хотела бы поставить в свою кухню пусть меня радует еще у меня где-то есть вереск который я приобретала раньше еще одна тыковка которая была белой но пока я собралась снимать через 10 дней она стала желтой но желтая тоже сюда хорошо впишется так что куда-то я ее пристрою я должна вам кое в чем признаться практически всю свою сознательную жизнь я на дух не переносила осень мне становилось настолько грустно меня так сильно одолевала хандра причем это даже не зависело от возраста когда я была школьницей то понятное дело сентябрь это начало учебного года более интересным было время препровождения с друзьями каникулы у бабушки или же море с родителями с мамой с братом папа очень редко с нами ездил когда я стала старше эту осенью было холодно мама не разрешала надевать мини-юбки и короткие куртки в каблуках зимой тоже не пощеголяешь но я все равно это делала потом когда я уже переехала в польшу то я заметила что здесь и так большая часть года месяцев так 9 проходят без солнца сера уныло очень часто сыра много дождей поэтому сейчас я радуюсь каждому солнечному дню даже зимой и вы знаете я пришла к выводу что от моей грусти от моей хандры осень и пасмурные дни дождливые все равно не отменяются поэтому я ищу любые способы того как порадовать себя как поднять себе настроение и во первых я конечно же люблю мастерить что-то делает своими руками и это у меня с детства я ходила на все возможные кружки по рукоделию я очень много вышивала и сейчас я в принципе люблю заниматься всякими домашними делами и в частности задавать какой-то позитивный очень уютный атмосферный настрой всему что меня окружает если у меня на это не хватает времени я начинаю погибать потому что когда руки заняты то и голова расслабляется меньше каких-то плохих мыслей меньше переживаний я настолько увлечена процессом что буквально я проваливаюсь в свой собственный мир я никогда не знаю что у меня получится конечно влияет какая-то насмотренность но в основном я стараюсь докупать какие-то мелкие элементы вот как эти тыковки свечи новые но очень часто я задействую то что у меня уже есть просто переставляю играю с красками последние несколько лет мне очень нравится все такое неяркое хотя в прошлом году если посмотрите мой влог то там были другие цвета и вообще все по-другому и на самом деле для того чтобы дома изменился какой-то такой вайб и немножечко изменился дизайн многого не надо сейчас опять же постарайтесь замечать вокруг себя что-то красивое это и каштаны и орехи и шишки это все можно найти на прогулке если у вас есть дети отправьтесь на собирайте сухих листьев я купила эвкалипт потому что мне это нравилось я где-то в голове ну вот имела какие-то наброски того что мне хотелось бы повторить я вам покажу еще и более жизнеспособные версии того как преобразить например зал какой-то комод какую-то тумбу я прекрасно понимаю что на обеденном столе вот такие декорации это не очень удобно мы тоже живем в нашем доме питаемся здесь поэтому мы конечно поужинали во всей этой красоте мне было настолько приятно когда дети вернулись домой и обратили внимание насколько красиво похвалили меня на утром я слегка все переделала я использовала все то же самое у меня здесь просто стоят чуть больше цветы вот такие белые в вазоне я думаю что вазон найдется у каждой из вас лучше выбрать нейтрального цвета добавлять какие-то красочные тыковки какие-то новые цвета для подушек для наволочек можно взять что-то например в ярком цвете из свечей тогда всегда все играет совершенно по-разному вот в зоне на столе вы у меня более яркие цветы все та же декорация с плачущими свечами как оказалось не повторяйте мою ошибку можно купить один раз тоже используете зиму и летом когда угодно вот такие подсвечники это даже не свечи туда просто кладешь тела это очень красивое атмосферное освещение и вот такие подсвечники тоже где угодно хоть в ванной комнате а это желуди которые мы нашли с игнатом на прогулке в лесу и вот так у меня получилось в этом году орехи недавно купили мне очень нравится главное что я действительно порадовала себя и порадовала своих близких и теперь такая атмосфера будет у нас ближайшие несколько месяцев а в ноябре я надеюсь что у меня будут силы на то чтобы все сменить и сделать уже вместе с вами опять-таки зимние декорации они самые мои любимые но такой атмосфере таком декоре гораздо приятнее будет коротать осенние вечера или встречать пасмурное утро и А сейчас у меня для вас несколько очков Классных осенних рецептов Первый рецепт будет шоколадно-тыквенных маффинов Он не мой, он из термомикса Если у вас есть этот прибор, я оставляю вам ссылку на рецепт в инфобоксе А если этого прибора нет, ничего страшного, без него тоже можно обойтись Что нам необходимо? Во-первых, тыква Мне больше всего нравится вот этот вид хоккайдо Потому что она самая сладкая и ее не обязательно чистить И если готовите без термомикса, то нарезаем небольшими кусочками Даже меньше, чем у меня здесь И запекаем или немножко отвариваем Нам необходимо тыквенное пюре Также 2 яйца комнатной температуры Шоколад темный Между прочим, в оригинальном рецепте Там использована не обычная мука А овсяная и даже сахарозаменитель Если я не забуду, то оставлю вам ингредиенты без обычной муки и без сахара Ну а я буду готовить с обычной и с сахаром Только сахара я буду класть чуть меньше, потому что все-таки есть шоколад Разрыхлитель Сода Какао И йогурт густой У меня вот греческий Его тоже нужно пораньше достать из холодильника, чтобы он был комнатной температуры Также буквально щепотку соли Подготовьте формочки для маффинов И вот такую, и бумажные, или силиконовые У меня бумажные из Пепко, из Икеи И я собираюсь купить силиконовые Нужно поискать Потому что от вот таких бумажных у меня свежеиспеченные маффины не очень хорошо отделяются Но когда они постоят и остынут, тогда все окей Это моя находка Я обязательно куплю еще 2 штуки где-то вот такой формы Смотрите, это не просто форма для маффинов А она с вот такими дырочками И я покупала ее в Лидле Слушайте, очень классно пропекается тесто, во-первых А во-вторых, оно как бы не подмокает вот здесь на дне То есть не промокает сама формочка И они не запревают, а прям такие классные Эти формы периодически появляются в Лидле Перед всякими там праздниками Я думаю, что вскоре они снова должны быть Потому что это их собственный бренд Эрнеста Или как он там Или же можно поискать онлайн Я уверена, что без проблем можно найти Или от других каких-то брендов Но это реально классно Забыла вам сказать, лучше взять не сахар, а сахарную пудру Но я сейчас его здесь измельчу Готово А мы сейчас в каком-то блендере измельчаем шоколад Я, кстати, сразу готовлю двойную порцию Потому что я знаю, насколько сильно их любят дети Можете взять небольшую сковородку Налить туда чуть-чуть воды и протушить тыкву Я же беру сырую Я уже налила сюда воду И буду отваривать это на пару Тыква готова Я уже вылила жидкость, которая была внизу И теперь нам нужно все это пюрировать Измельчить блендером Сделано Теперь даем остыть пюре минут 15 Теперь берем миксер Выкладываем туда наше пюре Сахарную пудру У вас 2 яйца, у меня 4 Греческий йогурт Растительное масло У меня нет рапсового, я забыла купить Будет обычное Мука Добавим ванильку Темное какао Разрыхлитель и соду Прилично так корица Щепотку соли И где-то минутку это все взбиваем Добавляем измельченный шоколад Еще раз все можно или аккуратно перемешать Или взбить Выкладываем наше тесто в формочки Но не заполняем их до конца Где-то до половины Может 2 третих максимум Хотя моя духовка что-то шалит в последнее время И все очень сильно поднимается И потом подгорает Не знаю Готово Ставим запекать в разогретую духовку До 190 градусов И печем 30-35 минут Ну что же Первая порция маффинов готова В этот раз я запекала их без термообдува И они не вышли из берегов И имеют красивую форму Маффины готовы Я как раз заварила себе кофе И этот еще теплый Поэтому не так хорошо отделяется Я вам говорила об этом Но хочу показать вам Какие они внутри Видите Очень мягкие Такие воздушные И шоколад тает Кстати тыква здесь не особо ощущается Поэтому если ваши дети Не любят тыкву А вы хотите как-то им Ее подать То обязательно попробуйте Мальчики будут счастливы Что я им сделала их очень-очень много А сейчас мы с вами Будем делать закуску Которая была очень популярна В прошлом году в ТикТоке Но я ее попробовала Только в этом году Я делала нечто похожее с грушей Вы тоже можете сделать с грушей И мы берем форму для запекания У меня вот такая красивая Недавно ее себе купила Очень мне нравится Но конечно запекать я буду Без вот этой корзинки Все максимально просто Потому что мы выкладываем фету Далее нарезаем инжир Мне нравится когда инжир Такими шестеринками Или как это назвать То есть я не пополам разрезаю А чуть больше Я так же люблю Когда фруктов немало Я люблю посыпать сезамом Поливаем медом Да, сочетание сладкого и соленого Это очень вкусно Оливковым маслом И немножко посыпаем розмарином Или тимьяном Если у вас есть свежий То вообще чудесно У меня его дома не оказалось Поэтому я беру сухой Ставим запекать на 15 минут При температуре 100 градусов Эта закуска невероятно вкусная С хлебом Поэтому я возьму 2 ломтика Немного полью оливковым маслом И тоже запеку его Ну буквально немножко подсушу Пару минут Перед готовностью Нашей закуски Сегодня это будет моим обедом Кстати вы очень часто спрашиваете Где я взяла такую бутылку Для оливкового масла И ложку Я покупала это В каком-то магазине От местного мастера В Испании Кто смотрит мои влоги Давно В прошлом году Мы были с мамой И с мужем И там приобрела Мне очень нравится Буду еще где-то Обязательно привезу себе Такие сувениры Это просто идеальная закуска К вину Жалко что я не пью Прям вилочка Если бразмять У меня ложка Хотите удивить Чем-то своих гостей Обязательно попробуйте Это нечто Ну и себя конечно побалуйте Видите У меня сегодня такой странный обед Божественно Вы конечно меня извините Но сразу побольше Гренок делайте Потому что Вот это Самое вкусное Этот сок С медом С оливковым маслом С петой Пока печется Очередная порция Маффинов Покажу вам Несколько обновок Для дома Во-первых Это Вот такой Красивый контейнер И я хочу Сюда Перелить Мед Потому что У нас Мед стоит На видном месте А просто В банке С пластиковой крышкой Это не очень Эстетично Я вот сейчас Растопила его На водной бане И перелью Просто До после У нас с вами Получилось Мне кажется Так гораздо Красивее Я тут снимала Вам распаковку А распаковка Не получилась Ну ладно Забыла включить Камеру Бывает Это наш новый Чайник Если вы помните У меня был Точно такой же Я так думаю И в этот раз Я купила Этот стеклянный Чайник С вот таким Ситечком И крышкой Деревянной На Олегра Тоже Можно заказывать Продукты Бренда Хомлайд У нас Такой Магазин Со всякими Домашними Штуками И Стоил он 80 злотых Без одной Копейки Без одного Гроша Они много Где есть Но Томак В порыве Уборки Сначала Потерял Мне ситечко А потом И крышку Наверное Он случайно Это выбросил Теперь Мой Прошлый Чайник Служит Мне только Для компотов Все таки Я люблю Заваривать Что-то С фруктами И заварку Вообще Сюда тоже Классно Насыпать Выглядит Это Обалденно Поэтому Я купила Сюда Точно Такой же Будем Пить Чайки Кстати Так как У нас С вами Сейчас Такой Сезон Чай Актуально Помните Я снимала Для вас Ну так Немножко Во влоге Из Варшавы Магазин С керамикой И там Тоже В этом магазине Можно купить И дешевое белье И рассыпные Чаи И что-то Там еще И мы С Настей Купили себе Рассыпные Чаи Они Очень вкусно Пахнут И Знаете Что У них Есть и фруктовые И черные И зеленые Вот Один мы Практически Выпили Уже И я Купила себе Еще и Малиновое Мажение Это Зеленый Чай С малиной И с Каким-то Ароматом Если Нет Времени Запарить Чай Какой-то Вкусный С фруктами То Я ничего Против Не имею Мигдау Экцинамония Это Миндаль Корица Черный Чай Вам надо Это видеть Давайте Поближе Смотрите Здесь И корица Ну Чай Понятное Дело Это вы И так Наверное Догадались Но есть Даже Попкорн И Всякие Тут Кусочки Фруктов Просто Обалденно Господи Что это Я не знаю Но это А это Наверное Попкорн Не лопнувший Что ли В общем Пахнет Вообще Просто Какими-то Праздниками Чем-то Таким Супер Уютным И Также У нас Есть Безалкогольный Глиндвейн Это Уже Фруктовый Чай Красота Просто Невероятная И аромат Такой Что Даже Хочется Чтобы Немножко Похолодало Я думала Что с рецептами На этом Все Но потом Инстаграм Подсунул Мне Другой Вариант Галеты С яблоками Чем я Ранее готовила Я решила Попробовать Вместе с вами Автор Наталья Жук Это блогер Из Украины Если вы видите Сейчас этот рецепт Значит он действительно Очень классный Я оставлю ссылку На ее профиль В описании Что нам понадобится Мука Я уже все Отмерила Список ингредиентов Или у Натальи На страничке Или у меня В описании К ролику Щепотка соли Вода Растительное масло У меня Это подсолнечное Разрыхлитель Корица Сахар У меня коричневый И я решила Еще и добавить Ванильку Немного Крахмала И яблоки Где-то 4-5 штук У меня 6 Поэтому Точно хватит Мне понравился Рецепт Тем Что Здесь Такое Тоненькое Тесто И обещает Быть Хрустящим Поехали Готовится Супер просто Галета Это Еще проще Чем пирог С яблоками И еще Девочки Я думаю Что классно Будет яблоки Со сливами Или просто Со сливами Или с грушей Или с персиками В общем Меня больше всего Интересует Тесто Потому что Яблоки С корицей И с сахаром Это не бывает Невкусно Я думаю Что вы со мной Согласны Вначале Смешиваем Сухие ингредиенты Как сказала Наталья Это мука Пол чайной ложечки Разрыхлителя Щепотка соли Я кстати Не делаю Рекламы Профилей В инстаграме Если что Это так Мне кажется Что стоит Попомянуть Автора Теперь нам Нужно Закипятить Воду С маслом И потихоньку И потихоньку Мне так кажется Добавляем К нашей муке Теперь тесто Нужно замесить Руками Ах Горячо Тесто Очень классное Такое Эластичное И без Сливочного масла Без сахара Прям интересно Как Оставляем Тесто Остыть А мы Тем временем Займемся Яблоками Их нужно Очистить Это та вещь Без которой Я жить не могу Чистилка Из Икеи Ей очень много лет Она до сих пор Острая Не сломалась Очень прочная И работающая Что самое главное И будем нарезать Яблоки Определенным образом Раскатываем Тесто Прямо На пергаментной Бумаге Сахар Кладем Пол столовой Ложки Крахмала Корицу Я добавлю Немного Ванили Я продолжу Все это Делать На противне Чтобы потом Не перекладывать Посыпаем Тесто Сахаром С корицей С тем Что мы только что Намешали И выкладываем Яблоки Еще раз Еще раз Посыпаемся Край Галеты Мы оставляем Свободным Заворачиваем Заворачиваем Сверху посыпаем хлопьями Из миндаля Не целыми орешками Бортик я смажу Желтком Получилось Симпатично И ставим Запекать На 25-30 минут Я чуть без вас Не начала Это есть Боже Как красиво Обожаю Когда настолько Тонкое тесто И очень много Начинки Можно не так сильно Раскатывать тесто Но для меня Прям идеально И очень-очень быстро Просто готовится Советую вам Это все подавать В теплом виде С ванильным мороженым Или просто Со сливочным В этом учебном году Наши дети Носят с собой Завтраки И полдники В общем Это отдельная тема Я потом вам расскажу Обещала показать Ланчбоксы У нас были разные Гораздо дешевле Но меня всегда Не устраивало то Что они Не плотно закрывались И во-вторых Там не было Отдельных Отделений И так как Захар Например Вообще берет с собой И завтрак И ланч И у них очень часто После школы Сразу тренировки У них Очень много Спорта в этом году Потому что Они так хотели И едят они Конечно Вообще уже Не по-детски Кстати В своем инстаграме Я показываю Идеи того Что я им кладу В ланчбоксы Поэтому подписывайтесь Заглядывайте Я очень рада Что многим полезно Пока что У меня фантазии Хватает Смотрите Это если достать Все детали Отсюда То выглядит Он вот так И кстати Для того Чтобы помыть Можно снять Немножечко окрасилось Здесь уже Можно снять Вот эту Силиконовую часть И вообще Все хорошо Чистится Ну единственное Если брать Светлый цвет И наливать Типа кетчуп Как дети Иногда просят К тостам Или к сосискам В тесте То тогда Может немного Окраситься Или от фруктов И сейчас Для наглядности Смотрите Сюда Помещается Целый банан Или Например То что Меня не устраивало В предыдущих Ланчбоксах Все что-то Более объемное Просто не влезало А здесь За счет Вот этого Силиконового Отделения Все хорошо Мещается Яблочко Вот здесь Чуть-чуть Как бы видите Имеет пространство Это еще Не все Преимущества Которые Оправдывают Цену Фирма Би бокс Захарчик Ты помылся После тренировки Молодец Иди уроки делай Кот У нас уже поздно Да Молодец Что я говорила Да Мы остановились На том Что фирма Би бокс И я покупала Их на аллегру Они бывают Разных цветов И также размеров Очень хорошие И девочки Также в инстаграме Мне писали Что у вас они есть И вы Такого же мнения Как я На этом Преимущества Не заканчиваются Смотрите Здесь вот съемная часть Куда вы можете класть Это все идет в комплекте Охлаждающую Вот такую вещь Которую кладем в морозилку И потом она охлаждает Ваш бутерброд Например Для того Чтобы он Не пропал Спустя несколько часов Чтобы оставался свежим Также вот эта перегородка Снимается И мне очень нравится то Что я могу класть им Все разнообразное В один чемоданчик Это реально Как чемодан Целый Но детям Очень нравится И наши мальчики Заразили уже Пол класса На этом еще не все Вот эти два отделения Также Хорошо подходят Для чего-то жидкого Например Для йогурта Для гуакамоли И так далее То есть я кладу детям Реально Всего по чуть-чуть Особенно С Захаром У меня самая большая Проблема С тем Что он Очень многое не ест И вот закрываешь Я вам честно говорю Я даже кетчуп сюда наливала Ни разу Ничего не пролилось Не растеклось Также кладу детям Фрукты нарезанные Например Ягоды И все окей Они кладут Вот эти Чемоданчики Ланчбоксы В рюкзак И все чистое Все тетрадки И так далее Я оставлю вам Ссылку Но также Девочки писали Что в магазинах Смыка не есть Просто мне удобнее Реально заказать На аллегру И через два дня Это все у меня дома Или даже на следующий день Также Детям на тренировке Купила Вот такие По-польски Это бидон Бутылки для воды Они Достаточно большие Почти 750 Наверное Миллилитров Сюда помещается И все хорошо Закрывается Опять же У нас более дешевые Которые Проливались Вот смотрите А здесь получается Два как бы Ограничителя Раз закрывается Защелкивается И потом еще раз Застежка Очень классно Что это за фирма Не знаю Я увидела В TK Max Опять же Не дешевые Но Я их покупала Еще раньше Еще летом Так что Мальчики С удовольствием Пользуются Бутылки Конечно же Две Все должно быть Отдельно А это вы будете Смеяться Но реально Иногда нам нужно Взять с собой Какой-то более Конкретный обед Но вилки И ложки Обычные Занимают Очень много места И уже Они повыносили Столько из дому Столовых приборов Поэтому я взяла Вот такие Они конечно детские Но главное Что они металлические И они не занимают Много места И пусть там Нож Не острый Хотя бы Вилка Ложка И ложечка Для йогурта Вообще Я должна Потом рассказать Потому что У меня как-то Эта тема В школе Тема питания С одной стороны Очень сильно радует И с другой Это достаточно Много заморочек Но об этом завтра Девочки Рассказываю вам По поводу школы Вам нравится эта тема Мне самой интересно Послушать Даже как в других школах В школах других стран Поэтому Можете тоже Рассказать Как это выглядит у вас Наши дети Ходят в частную школу В прошлом году Нам повысили цену За ежемесячную оплату То ли два То ли три раза В конце прошлого учебного года Мне пришлось доплатить Две тысячи евро Вот В год У нас выходит Обучение с питанием Около Наверное Двенадцати тысяч евро И что касается питания В школе Конечно же Можно докупить Завтрак Выкупить завтрак Обед Полдник У них очень разнообразное Классное меню Все готовят на месте И по сравнению Даже с другими Частными школами В Кракове Цены за питание У нас были выше Но при этом Ежемесячная оплата Были И есть При этом ежемесячная оплата У нас чуточку ниже И родители Конечно уже немножко Начинают возмущаться Как так И На завтрак У детей Шведский стол То есть Можно выбирать Что ты хочешь есть Но в основном Это все как бы Однообразное И И в этом году Захар пришел И сказал Мама Я не хочу Есть завтраки В школе Я спросила Почему Он сказал Что Ну я устал Каждый день Есть просто Хлеб с ветчиной Или хлеб С таким творожком С творожной пастой Иногда Говорит Я ем сосиски И то Они мне не нравятся Я спросила Почему Потому что Игнат Очень доволен Завтраком Он всегда приходит Рассказывает Что он ел И кашу И овощи Причем нарезные И в виде салата И листья салата И всегда Как-то мотивируют Чтобы Они попробовали Что-то новое Захар у нас не такой Он очень капризный В плане еды Он Не ест Темного хлеба Мне приходится Покупать Какой-то вкусный Такой Не чисто белый А чтобы С какими-то Отрубями Было С зернами Еще с чем-то Как-то стараюсь Разнообразить Его питание Но он конечно Ел бы только Мучное Сладкое И он вообще Не ест Овощи Ветчину Только определенного Вида Овощи Ну помидоры Окей Еще иногда Проходят Но нужно Как бы Знать Как ему это Подать И постоянно Пытаюсь Что-то такое Маленькое ему Клазь Чтобы он Попробовал Хотя бы И победа Он полюбил Авокадо В форме Гуакамоле Поэтому Сложно Раньше дети Ели все А потом они Пошли В садик И Захар Как-то Увидел Что дети Капризничают Того не буду Этого не буду И с того Началось Что рыба Это фу Овощи Это фу А Игнат У нас Ест абсолютно Все С этим ребенком В плане питания У меня вообще Нет никаких проблем Потому что Он брюссельскую капусту Обожает Цветную капусту А стандартные овощи А стандартные овощи Ну вообще Без проблем Рыбу Он может съесть И как-то И как-то И как-то Не стремится Разнообразно Питаться Разнообразно питаться Может даже Правильно Хотя Я не придерживаюсь Прямо такого ПП Жесткого Ни сама Ни детей Это мне кажется Воспитывает Какие-то такие Ограничения В нашей голове Поэтому Все должно быть В меру И Обеды Они едят В школе Захар Очень часто Ковыряется Потому что У них там Разные И гуляши И паровые Разные Котлеты И так далее Кашу Он не очень любит Яйца Он не съест Ни в каком виде То есть Это должно быть Где-то замешано Или паста Какая-то Вкусная Яичная Тогда может быть Но вот Чтобы он съел Просто яйцо Яичницу Там Глазунью Омлет Соленый Нет Забудьте И Игнат Например Сказал Что он не будет Есть полдники У нас в школе На полдник Чаще всего Какая-то выпечка Которую они пекут Сами Зачастую Это с фруктами А дети едят Опять же Не все В основном То, что делаю я Магазинная Нет В гостях Тоже нет И Игнат Часто отказывался На полдник Еще Дают Пудинги Кисели Всякие И Игнат Ест только Шоколадный Пудинг Захар Тоже в пироге Может поковыряться Если это бисквит С сахарной пудрой То окей Все остальное Еще неизвестно Съест ли он это И так как у нас Часто тренировки Например После школы У них много Спортивных клубов Уже в школе И бывает так Что я их забираю У нас там Час перерыва И потом снова Спортивная секция Это они хотели Их никто не заставляет Но пока не хотят Я несказанно рада Как мама Поэтому я стараюсь Как-то знаете Поддерживать их И чтобы у них На это были силы И Игнат говорит Мама Я такой голодный У меня аж руки Дрожат Говорю Почему? Потому что я съел обед И уже прошло там Пять часов И я очень хочу есть И я потом поняла Что он не ест полденьки В школе Короче Вы знаете Мамские хлопоты Какие-то Если вам кажется Что только у вас Ребенок капризный То нет Мне кажется Что очень многие Мамы с этим сталкиваются И я тоже капризничала Когда была ребенком И мясо я не ела И нежирное мясо Ниточками И котлеты только от мамы Когда она там Пять раз фарш Перемалывает И тогда В котлетах Нет никакой жилки Никакого жира И вообще Мясо только белое И мама мне перетирала мясо И в суп как-то добавляла Чтобы я не видела Сосиски могла съесть Очень любила макароны Но тоже Большинство овощей нет Рыба нет И где-то наверное До подросткового возраста Я была вот такой Капризулей Сейчас я ем абсолютно все У меня ничего наверное Ну сейчас даже не вспомню Вот что бы я точно не съела Не очень люблю селедку А так Все остальное Ну печенка Тоже под настроение Смотря где Ну так вот Чтобы я Приходила Куда-то и мне не было Чего съесть Ну нет Такое не случается Я всегда Везде могу что-то выбрать И Я всеядная Назовем это так Видите Просто переросла И При том что Мы много платили За эти завтраки За этот хлеб С ветчиной Или С творожной пастой Игнат часто отказывался От полдника И решила Зачем нам за это платить За эти Завтраки И полдники И подумала Что Для меня никакого Туда Вот не составляет Что-то им там Класть И С временем Захар сказал Что Я не хочу есть И полдники Давай мне завтрак Полдник В общем Так получилось И Еще Знаете У нас в школе Есть определенные Ограничения Не все можно Приносить В ланчбоксе Это Ну не знаю Пока что нам Не делали замечаний Но сначала Это меня Немножко подбешивало Потому что Во-первых Ну то что Сладкого нельзя Всяких там Печенек С шоколадом Чего-то покупного Тоже нельзя Никакой выпечки Покупной Никаких маффинов Пончиков И Это правильно И в принципе Я люблю готовить Поэтому для меня Окей И Иногда не хватает Времени Поэтому что-то На скорую руку Я могу там Дать Такое Супер простое Да Но Мне Так Оказалось Достаточно Странным Что В школу Нельзя Приносить Вафли То есть Это могут быть Домашние Вафли Но Когда это что-то В форме Вафель Это якобы Более привлекательно Для детей И остальные Кто ест Завтраки Или полники В школе Может отказываться От обычной Еды Или Тоже там Говорили Что маффины Нельзя Но это Какие-то Разговоры Между Родителями Нам Когда-то Присылали Список Того Что нельзя Но я его Пропустила Так как Я все Работала Детям Лэнчбоксы Вот Когда Нам Обратят Внимание Что Чего-то Нельзя Перестану Давать И Панкейки Нельзя Было Приносить Но Если Это Домашние И вы Тоже Даете Им Там Какую-то Домашнюю Выпечку Те же Пироги То В чем Проблема Тоже Нельзя Всякие Там Нутеллы Из Снеков Это Могут Быть Кукурузные Начисы Это Могут Быть Вафли Такие Рисовые Или же Они Продаются В форме Чипсиков Таких Небольших Но Это Маленькая Вафля Рисовая Воздушная Которую Удобно Набирать Гуакамоли Дети Любят Есть Что еще Нельзя С вареньем Там Были Какие-то Проблемы Но Вроде Как В этом Году Можно У них Есть Варенье К завтраку В школе А им Дают Бесплатно Чай Это Тоже Хорошо Знаете Я даю Все И мед И варенье И маффины Пеку И вафля Когда скажут Типа Поругают Что Мама В этом Сильно Как бы Переступаете Границы То тогда Перестану А пока что Мне кажется Это какой-то Бред Раньше Тоже Родители Рассказывали Что Нужно Иметь Свои Столовые Приборы Что Якобы Нельзя Пользоваться Столовыми Приборами Если Ты Приносишь Извне Какой-то Обед Там Завтрак Или Полник И Поэтому Я тоже Купила Эти Вилки И ножи Детям Но Мои дети Говорят Что Они берут И тоже Все Окей Но Знаете Иногда Родители Сами Себе Что-то Там Додумывают Или Возможно Правила Изменились Иногда Родители Сами Друг Друг Там Как-то Накручивают И Зря Проблема Не Существует На самом Деле Также Мне Показалось Странным Что У них Вообще Есть Такая Культура Что Их Учат Им Прививают Вот Эту Привычку Именно Чтобы Они Пользовались Столовыми Приборами Правильно Там Держали Спину Локти Не Клали На Стол И Так Далее И Это Хорошо Но Когда Там Ребенок Приносит В Ланчбоксе Помидоры Черри То Их Нельзя Есть Руками Обязательно Только Вилкой И Ножом Ну Это Как-то Не Знаю Может Для Меня Это Ту Мать Может Это Хорошо И Я Ошибаюсь Но Пока Что Мы Пробуем Будем Посмотреть Как Говорил Мой Папа И Будем Решать Проблемы По Мере Их Поступления И У Нас У Знакомых Ребенок Ходит В Другую Частную Школу Не Буду Говорить В Какую И И Их Ребенок По Состоянию Здоровья Приносит С собой Обеды Там И Супы И Все Остальное В Этом Году Например У Такое Правило Что Все Кто Приносит Извне Еду Едят В Отдельном Помещении То есть Они Не Едят Со Своими Друзьями Завтрак Обед И Полдник Это Вообще Мне кажется Как Так Странно Как Минимум Вот Так Что Школа Питания Это Всегда Интересно Это Актуально Для Мамочек И Посмотрим Как у нас Будут обстоять С этим Дела Для меня Пока Что Тема Новая Что Еще Нельзя Ну Можно Какие-то Орешки Соленый Крекер Палочки Главное Чтобы Это Не было Что-то Типа Чипсы Там Я даже Не знаю Детям Такое Не особо Покупаю Какие-то Конфеты Но Не могут Съесть Но Чтобы Я специально На каждый День Приобретала То Нет Иногда Там Если Попросят Но Их никто Не держит Знаете В каких-то Железных Рамках Девочки Расскажите Как у вас Мне тоже Будет интересно Почитать А на этом Мы с вами Наверное Прощаемся Я надеюсь Что вам Сегодня Со мной Было Интересно Не забывайте Поставить Пальчик вверх Я очень Старалась Вас вдохновить На осень Подарить Вам уют Такой Какое-то Теплое Ощущение После Просмотра Ну а теперь Пока-пока До новых встреч Уже совсем скоро